Всем привет! С вами Андрей Санар, а это великолепная Наталья Лямина. Всем привет! Вполне вероятно, что это именно мой голос вы слышите, когда звоните в компанию Time Trials, заказывать себе надувные лодки или байдарки. На самом деле сейчас мы уже из будущего, мы только что с великолепным результатом откатали великолепную лодку Grom 400. Все под впечатлением... Лодка огонь! Просто пожар! Сейчас мы вам все расскажем. Смотрите дальше! Эта лодка называется Grom 400. Вот такой сверточек высотой метр двадцать, шириной шестьдесят пять сантиметров и толщиной где-то сорок пять сантиметров. Весит этот сверточек для такого размера лодки всего ничего. Сорок три килограмма. Он может спокойно поднимать, танцевать с ним. Как обычно, начинаем надувать моторную лодку мы с задних отсеков. И в последнюю очередь надуваем нос, а в самую последнюю очередь надуем донышко и фальшборд. Вот приехал сейчас, а в своем последнюю очередь надуваем. Там, в принципе, стоматические привык. Андрей, расскажи для наших уважаемых зрителей, для тех, кто смотрит нас давно, или, возможно, для тех, кто начал смотреть нас недавно, почему важно накачивать лодку с кормы. Когда лодка имеет У-образный баллон, тогда лучше всего накачать одинаковым давлением кормовые отсеки. А центральный отсек будет выравнивать давление между этими двумя из-за того, что внутри стоят куполообразные перегородки. И тогда давление во всей лодке будет одинаковое. В этой лодке 9 надувных отсеков. А какова ширина ее кокпита? Ширина кокпита 1 метр. Это вот по вот этим баллонам. А по верхним баллонам порядка метра 20. То есть кокпит огромный, грузить можно много. В этой лодке нет фанерных сидений, банок. И вот почему. Для такой ширины лодки фанерная банка весила бы порядка 4,5-5 килограммов. Надувное сидение вместе даже вот с подпирающим пуфиком, если он потребуется, весит всего 1,5 килограмма. Экономия в весе. Сидеть на таком пуфе удобнее, чем на голой фанерной банке. К голой фанерной банке все равно придется делать какие-то накладки, которые тоже имеют свой вес и свою цену. Сидушки должны быть меньше на 5-7 сантиметров. Это для протокола внутреннего. Андрей, эта лодка подлежит кастомизации? Ее можно кастомизировать? Эту лодку можно кастомизировать. К ней можно много-много всяких допов. Но вместе с тем она самодостаточная. Как рыболовная лодка, ей практически больше ничего и не надо. Для ультракомфортного использования что бы ты добавил? Для ультракомфортового? Ну какие-нибудь держатели, какую-нибудь спинку для сидения. Например, держатели, которые вот бензобак могут удерживать. Ну что, попробуем? Что, какое-нибудь вступительное слово перед спуском будем говорить? О, какой-нибудь. Ну, чтоб поехала. Я думала, ты хочешь разбить бутылку, а нос в лодке. На счастье. Можно считать разбилика. Надувными лодками при развивании бутылок может казус случиться. Скорее всего, бутылка не разобьется. Но если мало ли разобьется, то лодку порежет. Итак, друзья, а сейчас мы вам расскажем, что входит в базовую комплектацию лодки «Гром». Основной баллон, состоящий из трех надувных отсеков. Дополнительный баллон, который является фальшбордом и состоит из цельного надувного отсека. Надувное дно низкого давления с выраженной килеватостью. Клапан избыточного давления. Две надувные банки. Три ручки на носу. Пара ручек, чтобы крепко держаться. Два весла. Ручка для капитана. Дополнительный амортизатор сидения, который можно кинуть во врага. Таким образом, в этой лодке целых 9 надувных отсеков. Это просто фантастика. Друзья, интересный факт про лодку «Гром». Так как вот эта часть не является элементом надувной конструкции. Ее всегда можно демонтировать и поставить вместо нее что-нибудь другое. Например, если вы собрались на рыбалку, можно снять оранжевый борт и наклеить зеленый. Или если ваша жена сделала себе новый маникюр, подобрать цвет лодки под ее ноготочки. Но делается это в заводских условиях. Почему эта лодка называется «Гром»? Потому что эта лодка с огромным потенциалом. И сейчас мы вам этот потенциал будем раскрывать. Она еще и на веслах едет. Продолжение следует... Ю-ху! Оно едет! Короче, оно едет! Оно едет! Едем? Субтитры сделал DimaTorzok В моторных лодках такого плана сидят так Капитан сидит справа, пассажир сидит слева, если вдвоем едут Ну что, в море выходим? Ага, лучше держись! Субтитры сделал DimaTorzok Перестать! Короче, друзья, мы ведем свой репортаж из моря Посмотрите, какая вокруг нас красота Лодка отличная, курс держит отлично Никакого дельфина, никакой кобры Донышко накачано до 0,25 Это очень низкое давление для такого большого донышка Поэтому, если клапан стравливающий заткнуть, а его можно заткнуть, а донышко накачать до 0,35 Скорость увеличится еще на несколько километров в час Мало того, мы надували эту лодку на берегу в 30 с лишним градусную жару Клапан не дал лодке накачаться выше давления 0,25 атмосферы Когда мы лодку положили на воду Более холодная вода остудила лодку И давление в днище упало еще сильнее И сейчас оно, по моим ощущениям, в районе 0,2 Но! Сама конструкция днища Плюс двойная объемная вклейка, которая делается в баллон Она не просто одной полосой приклеена Как это делается на самых простых или самых легких лодках А она вклеивается объемно То есть здесь вклейка, с другой стороны вклейка А между этими вклейками баллон тоже намазан клеем И днище прилегает к баллону объемно, а не только одной линией Поэтому общая жесткость конструкции очень велика Из-за этого лодка может эксплуатироваться на достаточно низком давлении Что мы сейчас и видим Андрей решил вздремнуть, пока мы в открытом море Потому что работа капитана все-таки дело ответственное А любой ответственный человек нуждается в обещании Оцените ширину кокпита Я со своим ростом только коленки подогну Напомни, какой у тебя рост? 185 у меня рост 185 сантиметров Комфорт Что вы знаете о комфорте? А теперь я расскажу, почему именно вот такая сложная форма Многобаллонная оказалась выигрышной Если делать лодку по обычной схеме То есть большого диаметра баллон Сверху фальшборд Фактически это лодка с фальшбортом То получается то, что нижний баллон Получит большой диаметр Около полуметра Здесь же нижний баллон имеет диаметр всего 30 сантиметров Такой же, как и верхний баллон В чем же польза? Польза в уменьшении фронтальной парусности Уменьшение фронтального габарита Мы можем проскакивать в более узкие места Мы лучше идем против ветра, против волны Этим эта лодка и интересна Кроме того У нее есть недокументированная Но можно сказать почти документированная Особенность Видите вот это пространство? Его можно занимать полезным грузом Если мы сюда поставим дополнительные кольца Вот так То здесь можно сделать стяжку А вот в эту нишу между баллонами Класть груз И его здесь можно расположить очень-очень немало Посмотрите Здесь пространство Впереди до самого носа пространство С двух сторон это пространство Так что Это грузовик еще тот И при этом И при этом Останется свободным Пространство в кокпите Управлять лодкой Одно удовольствие О, Наташа А давай ты лодкой поуправляешь немножко Давай Я ближе к берегу поуправляю немножко Нет, это как раз лучше здесь Потому что ближе к берегу Выше шанс вписаться во что-то нехорошее Лодка такая широкая Что позволяет комфортно разместиться на одной банке вдвоем И даже не тесно Вот смотри Берешь эту ручечку Пока стоит на холостом ходу Поэтому газуй не газуй Она не поедет Я просто показать тебе Как это самое Как тут газуется Капитан сидит чуть-чуть в пол оборота Держится за капитанскую ручку Вот так вот сидит Держится вот за румпель Вот у него ход румпеля Отсюда Держаться надо за эту часть Держаться надо за эту часть Да Держись за эту часть Все Для чего нужна ЧК? Если вы решили непреднамеренно покинуть лодку При работающем моторе То в случае непреднамеренного покидания лодки ЧК выдернется из мотора И мотор остановится Вам не придется долго до лодки плыть Я надеюсь, что все это с нами не случится Да, я тоже так думаю Попробуй погазовать Как погазовать? Крутить ручку Просто крутить? Да, очень аккуратно А какой здоровый? Вот ты заметила туда А так наоборот Туда же стрелочка А, это я поменьше делаю Вот ты делаешь меньше Вот так меньше А вот так делаешь больше У лодок все наоборот у румпеля Если мы хотим повернуть направо Надо румпелем поворачивать налево Из-за этого чаще всего у новичков не получаются аварии Вот теперь, если кто-то будет говорить Что, о, ваши менеджеры воду никогда не видели Дайте нам поговорить со специалистом Которые хоть когда-нибудь были на воде Вот, смотрите Специалист на воде Специалист на воде Управляет моторной лодкой Хоть и первый раз Но опыт в данном случае растет в геометрической прогрессии О, я смотрю, ты уже не путаешься Ты уже четко направо повернула налево На самом деле большого ума не надо Тем более, что опыт вождения у меня есть Опыт вождения велосипеда, что важно, у меня есть Ну, в велосипеде-то нету инверсии такой Да, а вот в тачке задний ход тоже есть Туда лучше не смотреть Да? Я говорю, тут... Вот тут балла вообще... Это вообще... Что-то это самое... Борщите Ну, на самом деле так оживлененько достаточно Очень много кто были стучить на воду Борщите Ой, какие прикольные шверкотики И маленькие шверкотики есть Привет! Довольные А вот и девчонки Привет, девчонки Ты бы сейчас видел, что у тебя за спиной происходит Там просто как в фильмах про Джеймса Бонда За нами гонятся два... Как правильно их назвать? Да Поснимали виды Нормаааааааааавс Живы Крыпца ударил Ну вот так все, отпускай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рекомендованная мощность 15 лошадиных сил. Масса лодки 43,5 килограмма. Масса комплекта 48 килограммов. Размеры упаковки 1,20 на 65 на 40. Когда все делается в пупыхах, бывают накладки. Например, вот этим поддерживающим пуфикам не довернули ключом клапаны. Поэтому пуфики сдулись. Но на самом деле лодка отлично справляется и без них. Это нужно, если ваш вес сильно за сотку и вы прыгаете по метровым волнам. Днище это очень важная часть лодки, которая всегда всем интересна. И которую мы почему-то никогда не снимаем. Поэтому мы решили исправить этот момент. И прямо сейчас показать вам днище лодки Грома. Здесь у нас пущено усиление привалом. Здесь всеми пижонные слои материала. И самое интересное, это кармовая часть лодочки. Кармовая часть лодки. Вот это колхоз. На это не смотрите. Это колхоз. Расскажи лучше подробно про трансовую часть, про интерцептор. Транцевая часть. Транец установлен под углом. Чтобы оптимально использовать все положения мотора. От первой до пятой дырки. Если транс располагается под небольшим углом, фактически можно использовать только с первой по третью. А так, чтобы с первой по пятую, надо транс вставить вот под таким углом. На днище лодки установлен интерцептор. Система, которая позволяет ровненько, без всяких эксцессов, выходить на глис. На кормовых частях баллона стоят дополнительные интерцепторы, которые играют ту же самую роль и начинают особенно хорошо работать в поворотах. Я считаю, что такой профиль днище идеальный. Лодка идет великолепно. Отличная НДНД лодка. А лодка-то классно складывается. Я вот первый раз ее складываю. Она так ровненько подлинно складывается. Никаких не нужно схем положения использовать за умных. Чем мне нравится наша продукция, это тем, что у нас на производстве изначально закладывается достаточно понятный, интуитивный, назовем это интерфейс, но это, конечно, не то слово. Когда ты видишь какую-то деталь и уже знаешь, как это устанавливать, разворачивать, сворачивать. То есть, знаешь, как оружие делают, как ПМ, например. С вами был Андрей Санар и Наталья Лямина, компания Тайм Триал. Всем пока! До новых встреч!